День Матери 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 Верхняя Тиберда – это уже третий населенный пункт, который мы подключили к центральному газоснабжению, сказал Рашид Тимрезов. В Карачаево-Черкесии до газификации очень востребовано, а по темпам ее реализации наша республика находится в числе лидеров. Получить газ стало еще проще благодаря региональным мерам поддержки. За счет средств республиканского бюджета строится газопровода непосредственно до дома абонента, а для льготных категорий граждан субсидируются внутри домовые работы и приобретение газового оборудования. С важным событием жителей высокогорного аула поздравил генеральный директор «Газпром» Межрегион Газ Черкес Олег Дергачев. Стафету принимает Верхняя Тиберда. В скором времени жители Нижней Тиберды и самого города-курорта также получат природный газ. За последние два года действительно нами в ауле Верхняя Тиберда была построена 10 километров распределительных сетей. И сегодня я могу сказать, что все работы завершены, и мы готовы к пуску газа в населенном пункте. Верхняя часть аула, которая газовой инфраструктурой пока еще не охвачена, в рамках программы социальной догазификации тоже будет газифицирована. Создана сегодня техническая возможность по 209 домовладениям в ауле Верхняя Тиберда. Подан на заявок 90. Обращаюсь к жителям аула. Просим вас не затягивать с подачей заявок, так как это занимает определенное время. Можете обращаться в Газпром и по всем тем каналам, которые сегодня определены. Наша задача заключается как раз в том, что Газпром вместе с Республикой обеспечивает, с руководством Республики обеспечивает как раз подведение газа земельным участком ваших домовладений. Наша задача заключается в том, чтобы каждый из вас воспользовался этой программой. Президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным данная программа объявлена бессрочной. Благодаря поддержке президента России совместной работе с Газпром обеспечат природным газом домовладение Верхней Тиберды. Сегодня в домовладение семьи Бойчоровых пришло благоцивилизации. И они радушно встречают высоких гостей, делятся эмоциями и благодаря. Ну, спасибо вам большое. Нет предела нашей радости, нашей благодарности. Я хочу искренние слова благодарности сказать в первую очередь президенту и жителям, которые столько лет терпели и ожидали. Поэтому слова благодарности я обязательно постараюсь передать нашему президенту. От всех нас еще раз слова благодарности вам за такое терпение. Не нарадуется сегодняшнему событию хозяйка дома Айсона Бойчорова. С приходом голубого топлива управляться домашними делами будет легче, а дома сразу стало уютнее, говорит она. День для вас очень значимый? Да. Как будто заново родилась я. Так ощущаю себя. Аладинаева Алиба Станов, Вести, Крачево-Черкесия, Верхняя Тиберда. Также Рашид Тимрезов в рамках рабочей поездки в Карачаевский район проверил, как идут работы по реконструкции стадиона Салук. Готовность объекта более 95%. Реконструированы все трибуны, лесничные сходы и само футбольное поле площадью 4000 квадратных метров. Установлены новые беговые дорожки и прорезиненное покрытие. Завершается отделка работы по благоустройству территории, вентиляции и отоплению. На территории стадиона установлено освещение. Сейчас активными темпами идет монтаж оборудования. К концу года все работы будут завершены. Глава республики дал поручение продумать формат работы стадиона и организовать различные секции для спортсменов разных возрастов. Стадион должен стать местом спортивного развития, точкой притяжения всех, кому интересен спорт, как профессиональный, так и любительский. Для многих горожан это место еще и символ побед, неотъемлемая часть богатой истории Карачаевска. Уверен, уже совсем скоро у стадиона начнется новая глава истории, которая будет полна славными достижениями, звонкими именами и яркими спортивными событиями, отметил Рашид Тимрезов. Гуманитарная помощь весом 30 тонн от Карачаева Черкесии была отправлена на этой неделе жителям Палестины самолетом МЧС России. На прошлой неделе был объявлен сбор средств для гуманитарной помощи гражданам Палестины. В работу сразу же включились жители республики, органы власти, общественные организации и представители бизнеса. Глава республики Рашид Тимрезов отметил, что именно благодаря активной поддержке жителей сформировать груз удалось в кратчайшие сроки. Главным оператором сбора выступил ресурсный центр Карачаева Черкесии «Мы вместе». Формированием же занималось правительство республики. В груз вошли детское питание, мука, сахар, консервы и другие продукты долговременного хранения, средства личной гигиены, постельное белье и другие товары первой необходимости. Воздушный мост по доставке гумпомощи организован по указанию президента России и поручению главы МЧС России Александра Куренкова. Самолет Ил-76 МЧС вылетел из аэропорта Минеральных Ворд в египетский аэропорт Эль-Ариш, где гуманитарный груз будет передан представителям египетского общества Красного полумесяца, которые передадут его жителям сектора газа. Рашид Тимрезов еще раз поблагодарил всех, кто принял участие в этом благом деле. Отправили гуманитарный груз для жителей Палестины. 57 палетов, 30 тонн. Это продукты питания, мука, рис, гречка, макароны, консервы, мясные и овощные, детское питание, средства личной гигиены. Такая возможность появилась после того, как глава Карачао-Черкесской республики, Рашид Бориспич Тимрезов, согласовал гуманитарный коридор. Груз будет доставлен спецбортом МЧС России до города Эль-Ариш, это 50-километровая зона от сектора газа. В дальнейшем груз будет передан международной гуманитарной миссии «Красный полумесяц». Гуманитарная помощь была оказана за счет средств, перечисленных жителями и бизнес-сообществом республики на расчетный счет ресурсного центра «Мы вместе». За неделю удалось собрать более 14 миллионов рублей. Это позволит отправить как минимум еще один борт гуманитарной помощи. Мы обязательно будем информировать жителей нашей республики об оказании помощи жителям Палестины. А квадрокоптеры, тепловизоры, генераторы и монокуляр из Карачаева, Черкесии отправились военнослужащим в зону СВО. Груз был собран региональным отделением партии «Единая Россия» по поручению главы республики Рашида Тимрезова в рамках работы Единого республиканского штаба по поддержке военнослужащих и членов их семей. Участие в формировании заказа приняли сенатор Ахмад Салпагаров, депутат Госдумы Султан Узденов, депутаты парламента республики Мусаек Зеков, Эльдар Салпагаров, Артур Каркмазов и Аслан Батаршев, а также партнеры-предприниматели Геннадий Несмашный, Денислан Хачиров и Айса Долаев. Активное участие в отправке груза приняли и волонтеры молодой гвардии. Все было собрано по поступившему запросу в региональное отделение «Единой России» от бойцов разведывательного батальона 3-й роты отдельной гордой мотострелковой бригады, в составе которой находятся ребята из нашей республики. Вместе с тех средствами оснащения в составе груза также комплекты термобелья, которые шьют студенты Северокавказской государственной академии. Стабильно отрабатываем все заявки наших бойцов. Я сам лично нахожусь постоянно на связи с нашим региональным исполкомом, который спускает эти задачи, вопросы. Мы собираемся с коллегами, с правительства, с парламента, со всеми обсуждаем и реагируем на их заявки. Мы стабильно стараемся помогать, отправлять необходимые грузы нашим бойцам. Мы эту работу ведем на постоянной основе. Я уверен, что тот вклад, который сегодня делают все неравнодушные, это не касается только депутатов или предпринимателей, всех жителей нашей республики, я уверен, что он приведет к той цели, которую перед нами поставил сегодня президент, а это только победа и достижение всех тех целей, которые он поставил в начале проведения специальной военной операции. И хотелось бы от всех причастных к этому непосредственно грузу выразить глубокую уверенность нашим ребятам в том, что мы и дальше им будем помогать и ждем их с победой. Хотим, чтобы все это поскорее закончилось, но вот эти приборы, которые им сегодня нужны, чтобы они им пошли во благо, на пользу, и они при помощи них достигли тех целей, которые перед ними ставит и командование, и страна. Мы ждем их с победой. Она радовала своим ярким талантцам сердца зрителей. На 88-м году ушла из жизни заслуженная артистка Российской Федерации Кабардино-Балкарии, первая профессиональная карачаевская актриса Роза Хабчаева. Ею было сыграно более 100 ролей, и она являлась наставником для многих актеров карачаевского театра. О жизни яркой и талантливой актрисы, которая беззаветно была предана искусству, расскажет Алихан Лепшоков. Великая актриса маленького театра. Именно так назвал первую профессиональную карачаевскую актрису, певицу Розу Хабчаеву, великий балкарский поэт Кайсен Кулиев. И невозможно с этими словами не согласиться, так как народ был влюблен в ее глубокий талант и прекрасный голос. Роза Ибрагимовна родилась в ауле Гирюльдаюк Джигутинского района Карачаевской автономной области 27 апреля 1935 году. Еще в раннем возрасте она разделила боль утраты родин, отправившись в Среднюю Азию вместе со своим народом. По возвращению карачаевца в 1957 году на Кавказ поступила на обучение в Ленинградский государственный институт театра музыки и кино. А в 1962 году, отучившись, вернулась домой, где начала работать в Карачаево-Черкесском драматическом театре. Если бы я могла остаться, могла это не от того, что меня не брали там. Если бы я себе позволила остаться в Ленинграде, чем бы я была? Я работала для своего народа. Любит он меня, не любит. Воспринимает меня, не воспринимает. Но я посвятила, я долг своему народу отдала, сколько могла. Проводить в последний путь известную актрису пришли руководитель Карачаевского театра, народный артист Карачаева-Черкесии, Кабардино-Балкарии Руслан Гучаев. Он подчеркнул, что для них это большая потеря, так как Роза Хабчаева для многих была наставником и тем человеком, который прививал любовь к театральному искусству. И также в народной памяти она была известна исполнением многих карачаевских песен. Ее знают как певицу, поколение старшее. Я уже застал ее как певицу профессиональную. Много песен у нее написано. И в фонде радиокомитета Карачаевского они хранятся. Она первая исполнительница таких хитов, как Роза, Полокосчик Роза, Урайда, ну и многие-многие. Вот она самая первая актриса карачаевского народа. Она ушла из жизни до последних лет, ну года три уже она не работала. Она выходила на сцену и творила чудеса. Ею было сыграно более 100 ролей. Она умела удивительно перевоплощаться и так ярко сыграть свои роли. И поэтому Розу Хабчаеву так сильно любил зритель, отмечают ее коллеги-актеры. 50 лет мы с ней вместе. И партнеры, постоянные партнеры в заглавных ролях. Все эти годы мы с ней работали вместе. Но она очень, у нее талант какой-то своеобразный. Не похожа ни на кого другого. Вот индивидуальность такая у нее была. Она просто глубоко погружалась в каждую роль. И прекрасно раскрывала черты всех своих героев, которых она играла. Роза Хабчаева является настоящим явлением в театральном искусстве карачаево-балкарского народа. И целой эпохой. И теплые воспоминания о ней навсегда останутся в память народа. Они выжили вопреки всем перипетиям и сегодня радуют своих родителей. Кто-то первыми шагами и словами, а кто-то достижениями в различных сферах жизни. Международный день недоношенного ребенка отметили в перинатальном центре Карачаева-Черкесии. Назвали праздник «Нам не фиолетово». Цель мероприятия – привлечь внимание к проблемам недоношенных детей и их семей. Мадина Каракетова далее. Здесь помнят каждого ребенка по имену, а их непростые истории. Обнимают каждого как родного. Так и есть, говорит заведующий отделением реанимации и интенсивной терапии новорожденных Луиза Алакаева. На праздник пришли более 40 семей, у которых в свое время родились недоношенные малыши. Но благодаря усилиям врачей сегодня радуются их успехам. Разделили радость победы с героями этого дня и их родителями – представители Министерства здравоохранения Республики и уководства перинатального центра. Детишкам, которые здесь находятся, я пожелаю, чтобы они помнили, сколько труда родители выложили в ад. И каждая мать при рождении ребенка, неважно, доношенную, недоношенную, он вызывает определенные надежды на этого ребенка. Мне очень хочется, чтобы все дети, которые находятся здесь, которые по каким-то причинам не смогли присутствовать на этом празднике, смогли оправдать наши надежды. Тамара Кипкеева рассказала о важности проблемы невынашивания беременности, прививая статистику. Недоношенными рождаются около 15 миллионов детей ежегодно во всем мире. И это каждый десятый малыш. На сегодняшний день в перинатальном центре прошло более трех тысяч родов, и 200 малышей родились недоношенными. По словам руководителя центра Евгении Пономаревой, за жизнь 20 пришлось бороться в буквальном смысле слова, так как масса тела этих малышей была экстремально низкой – меньше тысячи граммов. Эти дети, за жизнь и здоровье которых, бьемся не только мы, поверьте, всей душой, искренне хотим, чтобы они выжили, чтобы они не болели, чтобы они выросли здоровыми, счастливыми людьми. И вместе с ними и вместе с нами эту борьбу ведете вы, мамы и бабы, дедушки и бабушки наших деток, которым так тяжело даются первые шаги по жизни. Огромный вам поклон, спасибо большое за то, что вы откликнулись, за то, что вы пришли, дали нам счастье увидеть ваших, наших детей. За этими улыбками – огромное усилие врачей и медсестер, терпение и молитвы родителей. Благодаря всему этому супружеская чета Чумаевых радуется первым успехом таких дорогих девочек – Лизы и Луизы. Просто вот не описать, как я себя чувствую, так как каждый день все новое и новое и новое. И вот, аж не верится, что я папа двоих детей. Просто чувств не могу описать. Они уже что-то говорят, не ходят? Например, я вот с работы прихожу, например, Лиза уже встречает меня, бежит ко мне. Например, утром Луиза папа-папа кричит. Как вам сказать? Ну, просто не описать. Вес у нас был 950-970. Для нас, конечно, это было очень шок, что мы так рано родились на 29-й неделе. Вот. Ну, вот, как видите, мы все-таки все прошли. У нас все хорошо, слава Богу. Аллах, айтып, дальше у нас тоже все будет хорошо. С весом 1000 граммов родился Расул Кумуков. Сегодня ему 15, и он мечтает о достижениях в сфере науки. И говорит спасибо родителям, что дали ему жизнь, а врачам, что эту жизнь сохранили. Огромное спасибо за то, что поддержали, за то, что все сделали. Всем, 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 огромное спасибо за то, что поддержку сделали. Алья и Аиша ходят в детский сад, но мечтают стать докторами, потому что знают, что доктора порой совершают настоящие чудеса, чтобы такие, как они детишки, могли радоваться жизни. Об этом им рассказала мама. Мы с вами спим, играемся, ходим на улицу, танцуем. И только в этом году мы смогли воплотить. Спасибо за то, что помогли нам. Кто-то успешно поступил в академию, учится в университете. Этот праздник, акция, нам не фиолетово, а значит не все равно, был организован заведующей отделением реанимации и интенсивной терапии новорожденных Карачаево-Черкесского перинатального центра Луизой Алакаевой. Идея была с удовольствием поддержана абсолютно всеми ее коллегами. И в итоге самые стойкие героические детишки получили массу позитива, подарков и даже грамоты за свою первую победу. Победу в борьбе за жизнь. Я сегодня безумно рада видеть пациентов отделения реанимации новорожденных. Мы видим весь возрастной контингент. Кому-то 30 лет уже, на самом деле, кому-то еще 6 месяцев. И мы, глядя на них, мы понимаем, что победа, она вот есть. И эти дети победили. Они победили обстоятельства, в которых были рождены. Они победили невзгоды. И они достаточно успешны. С честным ланем этого дня врачи привлекают внимание общественности, социальных организаций к жизни и проблемам недоношенных детей, комментирует акцию заведующая отделением реанимации и интенсивной терапии Луиза Алакаева. Потому что эта победа – это колоссальный труд медицинских организаций, родителей, а главное – самого ребенка. Мадина Каракетова, Олег Малхожев, Вести, Карачаево, Черкесия. В станице Исправной отметила 165-летний юбилей. Эта памятная дата совпадает с другой – 20-летием со дня освящения храма Архистратига Михаила в этом населенном пункте. Станичники отметили праздник богослужением и народными гуляниями. Подробности у Али Баташева. По древней казачьей традиции начинать день следует с молитвы. Клавдия Громова пришла в храм Архистратига Михаила, расположенный в самом центре станицы. Пока в церкви возносились молитвы, на улице готовилось праздничное угощение для престольного праздника. Живу здесь. Живу, огород там, дом, все. Очень рада, что наша станица процветает. Очень люди доброжелательные, замечательные. Вот церковь у нас, батюшка у нас прекрасный такой. И вот все в станице добрые очень люди. Друг другу помогают. Богослужебная жизнь в станице не прекращалась никогда. Даже в годы испытаний, в годы лихолетия, когда храм был разрушен, станичный, тем не менее, был молитвенный дом. И всегда здесь совершалось богослужение. И всегда станичники славили Христа. И не были Иванами, не помнящими своего родства. Памятная доска при входе в храм хранит имена казаков в станице Исправной, награжденных крестами и медалями еще в годы Первой мировой войны. На божественной литургии, кроме праздничных песнопений, звучали молитвы о защитниках Отечества, погибших на полях сражений в годы войн и репрессий, а также тех, кто защищает рубежи страны в настоящее время. После соборной молитвы духовенство имиряне по традиции прошли крестным ходом вокруг любимого храма. После богослужения прошел праздничный обед. А затем все отправились на центральную площадь. От обилия и щедрого ассортимента блюд национальной русской казачьей кухни, с любовью приготовленных своими руками, разбегались глаза, а улыбки станичников и народные частушки подчеркивали радость праздника. Мы исправненские девчата, и мы весело живем, и споем вам мы, и спляшем, и по рюмочке нальем. Чтобы станица процветала, необходимо детей побольше в станице, и родителей очень хороших и заводных. Одним из самых запоминающихся и ярких событий торжества стал конный проезд. Казачья конница несколько раз проскакала по площади с флагами, показывая свою приверженность казачьим традициям и уважение к своей истории. Любимую станицу поздравили представители руководства района, духовенства, казачества и другие высокие гости. Жители прошли трудный путь становления. От первых переселенцев до передовиков производства. Благодаря мужеству, трудолюбию и соблюдению казачьих традиций, основанных на взаимопомощи и уважении, люди выстояли. Клечом к плечу с горцами жители исправно поднимали сельское хозяйство и вносили вклад в развитие региона. Поздравляем вас с праздником. Желаем вам здоровья, мирного неба над головой, чтобы в ваших домах всегда было тепло и уютно. Самым достойным жителям станицы исправной вручили грамоты и медали. Завершились торжества праздничным концертом и народными гуляниями. Али Баташев, Миха Каракелян. Вести Карачаева, Черкесия. Зеленчукский район. На минувшей неделе в Карачаевском районе прошло открытие страссу двух спортивных объектов. Площадки открытого типа появились в посёлках Правокубанский и Новый Карачай, что стало частью реализации федерального проекта «Спорт. Норма жизни». На торжественных мероприятиях побывал Артур Мхце. 13 установленных спортивных площадок в течение последних пяти лет. Такова лишь часть работы, которая ведётся в Карачаевском районе республики для популяризации здорового образа жизни. А ведь есть ещё несколько физкультурно-оздоровительных комплексов, которые вот-вот начнут работать, либо находятся на стадии разработки проектов. Благодаря реализации федеральной программы «Спорт. Норма жизни» людям куда более доступными стали занятия любимыми дисциплинами. Так, по словам жителей посёлка Правокубанского, о такой площадке они до недавнего времени могли лишь мечтать. Раньше здесь площадки не было, здесь было поле с травой. Раньше мы играли в школьном дворе и всё. А теперь? А теперь здесь есть площадка, и, наверное, мы будем сюда ходить. В нашем посёлке давно не хватало поля или какой-либо площадки спортивной. Вот эта новая площадка означает для нашей школы, для нашего посёлка огромное значение. Я думаю, не только дети, но и взрослые будут сюда приходить и заниматься спортом, укреплять здоровье. Участие в открытии новой площадки в Правокубанском приняли представители районных властей, регионального спортивного ведомства, а также многие жители посёлка, у которых теперь есть ещё один, можно сказать, инструмент для ведения здорового образа жизни. Реализуя такие проекты, мы создаём дополнительные условия для жителей нашей республики, для того, чтобы они беспрепятственно в комфортных условиях могли заниматься физической культурой и спортом, поправлять своё здоровье, вести активный образ жизни. Именно эту цель перед нами ставит глава нашей республики Рашид Борисович Тимрезов. Оригинальные дизайнерские решения, безопасное покрытие этому тоже, скорее всего, поспособствуют. Если будет установлено и освещение, место проведения досуга наверняка станет ещё более популярным. Таким же видится будущее ещё одной только что открытой площадки в посёлке Новый Карачай. Здесь уложены два футбольных поля с искусственным покрытием, территории для поклонников волейбола и силовых упражнений. Всё красиво, удобно, притягательно. Это выбирало население. Мы старались, чтобы это было в центре села, ближе к школам. Конечно, у нас рядом стоит ФОК, Новый Карачай, а то здесь не хватало такого стадиона. Он был необходим, поэтому решили вот здесь построить. Раньше здесь находилось старое поле, дети не играли, спорт не продвигался никак. Сейчас вот видите, сами дети играют, радуются. Это, конечно же, надо всем нам. В Карачаевском районе планируют и дальше популяризировать занятия спортом, для чего в перспективе должны быть построены ещё несколько спортивных комплексов в Кумыше, Кастахе-Тагурово и Правокубанском. А также продолжится ремонт уже имеющихся залов для занятий в различных секциях. Артур Мухцелий Бастанов, Вести Карачаев-Черкесия, Карачаевский район. Такими событиями отмечена уходящая неделя. Всего вам доброго и до встречи.